Смотрите, какое небо хмурое вообще. И ветер такой холодный поднялся. Всем привет, друзья. Я сегодня начинаю влог настолько поздно снимать, что просто непривычно. Уже дело к четырём. Я просто сегодня квартиру убирала. Тоже отходили опять от новостей, которые были. Потому что сегодня в городе снова были прилёты. Причём, ну, их было плохо слышно. Мне даже казалось, что я их не слышу. То есть мне кажется. А оказалось, что это просто было на том берегу. То есть далеко от нас. По-моему, пять было прилётов. Человек погиб, женщина погибла, к сожалению, огромному. Там здание загорелось. Там был пожар сильный. В общем, знаете, казалось, что ночь будет без происшествий. Потому что она была тихая. Но на самом деле нам просто казалось. Вот. Ну, в общем, поубирали. Лёша мне немножко помог. Потом пошла на маникюр. Мы сегодня очень долго его делали. Потому что была какая-то проблема. Топ до конца не высох. То есть мы достаточно долго сушили. Но потом, когда я пошла мыть руки, чтобы делать фотографии, где-то начал стираться. Не то чтобы лак, а именно покрытие. Поэтому мне пришлось это всё немножечко подтирать. Снова наносить топ. Снова сушить. И подольше сушили. Ну, в итоге всё равно получили красивый маникюр. Осенний квадратный. Сейчас очень нравится квадрат. И очень нравятся такие глубокие оттенки. Винного, там, шоколадного. Поэтому выбрала. Я из-за того, что сегодня ничего не успевала после уборки. Пропустила обед. Поэтому заскочила в булку. Взяла себе свою любимую сосиску в тесте. И те самые тыквенные конвертики. Если у вас есть булка, но у вас она должна быть всегда, если вы из-за пороги смотрите меня, то зайдите и попробуйте конвертики с тыквой. Это просто супер вкусная выпечка. Причём она у них круглый год продаётся. Не только осенью. Я хочу что-то подобное приготовить сама. В кофе отзяла какао без сахара, который давным-давно не пила. К сожалению, немножко разлила. Пока шла искала лавочку. И прям ощущаю такую, знаете, влагу, холод, который идёт от этих туч. Посмотрите, какие они чёрные. Просто чёрлющие. Вот нормальное небо. И вот эти тучи. Наверное, сейчас как ливанёт. И вообще у нас сегодня ещё такие планы случились спонтанные. В общем, папа очень сильно хотел прийти, поиграть с Монкой. Что-то посмотреть на Монку. Я говорю, приходите, приходите на чаёк. А потом такая так, давай, Лёш, пригласим родителей на роллы, например. И сейчас надо будет пойти заказать сет. Какой-нибудь у Мавры тоже. Чтобы вместе поужинать ещё. Я говорю, вы правда не обращайте внимания на комнату, где шкаф разобранный. Потому что там просто ужас. Мы все вещи понакрывали. Со шкафом пока проблема не решена. Ну, чё, переживём. Это не самое страшное сейчас. Пока мы с Лёшей ждём, когда приготовят роллы. Мы хотим к чаю взять тот сырник, который я показывала слепо продаётся. Гарбузовый. Ну, насколько я понимаю, это просто запеканка творожная с тиквой. Ну, мне кажется, должно быть вкусно. По крайней мере, это что-то такое сезонное. Оно же появляется у них не всегда, а только вот осенью. Что-то интересное. Ну, это просто ещё и минимально вредная, скажем так, из такой выпечки. Ну, творожная, да, запеканка. Ну, мы ходили там на тортики, пирожные смотрели на такое. Сахар? Зло. Соль? Зло. Умру молодым, красивым и голодным. Ты и голодным точно не умрёшь. Уж об этом я позабочусь. Всё, забрала своё платье в размере XS. Я уверена, что оно подойдёт. Точнее, я хочу быть в этом уверена. И мне, кстати, бесплатно, да, в обменяли, как у них изъявлено на сайте. То есть, возврат и обмен у них бесплатный с недавнего времени, что очень-очень приятно. Тем более, что цены, ну, выше среднего, наверное, как для украинского бренда. Ну, недёшево, короче. Но понятие дёшево и дорого растяжение, да. Вот они наши сырники. Нам так девочка старалась отрезала. Мы говорили, давайте где-то по 150 грамм каждый кусочек. Тут два кусочка получились совсем не по 150 грамм, ещё меньше. Но, тем не менее, вот четыре куска больше 100 гривен такого сырника стоит. Заехали в Ему, купили мне новый лосьон для тела. Это тоже от Нитраджина. Чего? А, может, наоборот повернуть. Стояли, слушали, выбирали, какую взять, голубую или красную. Красную, типа, восстановление, голубое, глубокое увлажнение. Лёша говорит, давай восстановление возьми себе. Не знаю, что он так решил. В общем, взяли вот такое. Взяли маску от Numero. Ну, хорошая маска, ничего такого особенного. Так, это мой дизерант. И у меня закончился почти тональный крем. Я пользовалась корейским. Потом у меня был тональный крем от Devoro. Его мне мама подарила, и он очень-очень крутой. Вот Devoro суперкрутой. Он, ну, по-моему, не очень дешёвый, но вот он прям стопроцентно классный. Но так как мы зашли в Еву, и мне некогда было там что-то выбирать, надо было хоть что-то взять, я решила рискнуть и попробовать тональный крем от фирмы Patrice Aledo. Я просто от этой фирмы себе не так давно покупала пудру. У неё вот такая же вот упаковка была, такую звёздочку. И мне пудра, ребят, очень понравилась. Она реально очень крутая. Это делает Китай, но на заказ Франции, насколько я поняла. Отвечай. Шо ты влезаешь? Не знаю. Взять такие штуки. Отвечаешь? Поэтому хочу попробовать тональный крем. Расскажу вам, как он. Но пудра прям очень рекомендую. Я потерял эту карточку, аннулировала, и она оказалась у меня. В рюкзаке. В рюкзаке. Ну, комната. Ранная. Ничего, правда. Не, ей просто очень интересно. Ты такая жирная, пушистая. У тебя, когда при велике, не была такая. Кися. Лёш, ещё два надо похожих. А нету? Здесь. Вот тебе не бери, которые как в шале. Это для шампании. Это для нас. Мы с ней белое вино пить. Ну, они... Понялась-то. Короче, ребят, у нас бокалы, чтобы вы поднимали, всех по два осталось. Нет. Она сама покупается. Мы всё поразбивали, теперь у нас всех по два. А вы что, пьёте, и потом... Ну да, мы вдребезне напиваемся и разбиваем об голову друг друга. Мы течём все стаканы. Короче, мы заказывали сет калифорнийский и заказывали наш любимый горячий рот с креветкой. Папа с мамой принесли пинот гриджо. Пинот гриджо. У них теперь наоборот. Там, где была спальня, теперь гостиная. Туда лучше не заходить. Там ужасно. Я уже заходила. Зачем? А что там? Там ужасно. Ты уже зашла. О, ты по теме вечеринки наделась. Там что-то, Маша, у нас кошачья вечеринка. Да, ну ты с котиками. Надо же, представляешь, у меня он конкретно на зиму он сбрасывал всё. Я его срезала, убирала. И он мне до весны был просто обшёл с землёй. Потому что ты решила, что так должно быть. Нет, так он конкретно сбрасывал листья, понимаешь? Ну и так не делай. Конкретно вот такие стволы вот эти засыхали, как-то я их обрисала. Он мне просто стоял хорошо под раковиной. Ну я помню. У меня вот... Я его вытаскивала на свет божий, и он давал мне новое... Свет божий. Вот так. Вот этот цветочек, мне кажется, не знаю, его либо пересадить надо, либо подвязать. Он прям уже растёт так туда. Подвязать надо, зачем его пересадить? Давай палочку одну ставим, потом мы подвяжем. Она будет, наверное, маловато. Да. Надо что-то побольше, получше. А что ты не сказала, тебе принесла меня от орхидеи из палки? Да я что-то не подумала. Конечно, его надо вот там, где вы. У меня он страшно разросся. Просто... Просто... Я ж кухню мыла. Молодец. Чисто. Очень печень. Мы же сегодня убирали. Что вы делаете? А где ты купила такую? На фестивальной. А, там. Магазин Премьер. Премьер? А там типа завозят вещи разных просто... У меня это Турция. Всё Турция? У него это Турция. Это в этом Турголовном центре. Не, я просто завязала. Мне было прохладно. Это там Центральный, Нью-Йор-Мак. Не, не у Нью-Йор-Мак. Там какой-то, да, есть. Ну да, это окно у тебя древний. Он меняет сразу. У нас в той квартире, мы когда его покупали, хозяин сразу поменял его. Ты что, серьёзно? Ну пластиковые окна, куда ещё шли? Пластиковые, всё, должна быть цельная створка. Ну, как я и говорила. Я не понимаю. Так я потому, что там ещё очень неплохой дефицит. А, у вашей мастер-буд, да? Да, всё починил, да. Ну тоже поменять окно. А сколько это стоит поменять окно? Сейчас, наверное, 3-10, да? Ух ты! Не знаю. Налеченые вина. 3 тысячи 30. Ха-ха-ха. Я за 3 тысячи починила. 3 тысячи починили окна. Одно? Как нет. Ну и теперь подняли вот это. Ты поняла? Да я что-то отстала. А ты знаешь, сколько хризантемы стоят? Хотела себе купить 3 хризантемы белые. 150 гривен 3. А у кто тут возле ТБ сидят бабушки? Ну я у бабушек и спросила, только на рынке. 150 гривен, получается, одна хризантема 50 гривен. Нет, я хотела хризантемы. Но хризантемы всегда стоили по сколько, Лёш? По 30 гривен? Я красивее. Ну хризантемы, они-то не роза. Роза стоила раньше, хорошая, 50 гривен. Или я загоняюсь? Я вчера попала в магазин, я пришла в сельбу, я с ним глазом не поверила, сколько стоят яйца, я их не купила, я сельбой пошла в АТБ. Так, а там что? Там то же самое. 4 гривен почти. 44 ласточек, ну это капец. Ну такая, поштучная, 3,99. А лук почем? Да ну вообще, я не знаю, а что будет? А вот такая вот, вот такая вот, 300 грамм или 400 квашеной капусты. Не слышать меня. 70 или 80 гривен пакет в АТБ. А стоила она, ты говоришь, в два раза, да? Меньше. Я за оливки наблю. А, оливки в два раза. Моментально сразу в два раза. Тут были 65, стали 120. Я же говорю, ребята, вот может я ошибаюсь насчет хризантем, но 50 гривен одна хризантема, по-моему, розы дорогие столько стоили. Но я, может, ошиблась. Я думала, если скажут там... Хризантем большая хризантема? Ну большая. Ну а что? А что нам нужно стоить дешево? Ну она, по-моему, была недорогая раньше. Я сама себе покупала хризантем. Хочете обсудить цену? Да. Ладно, давайте. О насущных проблемах. Ну что, мы же не видимся. Ну да. Боже, мы с таких бокалов, Лёш, просто. Мяу, битник. Ой, давайте. Замир. Замир во всем мире. Да, что это такое? О, она. Что дело? Я не знаю. Она пишала, никто же не реагирует. Она уже в туалет сходила. Я сегодня убираю, а на солнце в окна светит, знаешь, чисто в квартире. Кажется, на улице так тепло. Я же не выходила вчера, на улице, по-моему, не было. Я сегодня только первый раз вышла. И, знаешь, солнце светит, и ты так радуешься. И, я говорю, так, знаешь, вот как-то жить захотят. Знаешь, как будто лето впереди, знаешь, вот как жить хочется. И что-то как-то так, знаешь. Вообще. И холодно сегодня. А вот эта тревога внутри, которая постоянно. Да, и новости. Фарбузовый сырник. Тыквенный сырник слепой появился. Мы на него смотрели и решили... Я первый раз такой вижу. Короче, типа творожный запиратель. Ну, я немножко пострадала. Леша на спорт режиме меня катал и забыл про тоже пирог. Каша, вкусно у тебя было? Да, ничего. Да, ничего. Вот я хочу такую же сделать, только хочу этих в Хаказо сделать. А я не видела еще эти тыквочки. Они в центральном сельфу были. Они, наверное, такие, да? Они дешевые тоже. Да, я не знаю. Ну, сельфу вообще пиква на 10 дюйм дороже килограмм, чем в АТБ. Я купила сельфу, пришла в АТБ, там 17 дюйм. Все о ценах, все о ценах. На самом деле мы не о ценах говорили, но я включила камеру. И у меня опять про цены. Леш, пожалуйста, поставь еще чайник. Себе залей, а нам поставь. Ну, очень такой интересный десептик. Ну, здесь вкусный. Себе залей. Мама еще принесла пальчики, она готовила. Это все, что осталось? Нет, еще дома есть. О, так ты много. Это вам. Зачем вам? Паппи есть. Я Карине с Женей ее купила. А что ты больше никому чай не ешь? Даже Родя два пальчика съел. Это... Показатель. Да. Хероический пакет. Понюхал. Он все нюхает. Он все нюхает. Помнишь, мы сняли фильм Воронины, когда Леня прикладывался под воду? Так он даже одну ту же еду, там, сусок колбасы или котлету, да? Вот он ее понюхал, укусил, поел. Опять он ее нюхает. То есть, следующую кусок укусить, он сначала понюхает, как будто она что-то с ней случилось. Или тоже печенье. Вот он укусил, потом опять нюхает, опять кусается, опять поел, пожевал, опять понюхал. Беспрерывно. Трудный ребенок. Мой нелюбитель гостей. Не то, что нелюбитель, она не сильно сидит с гостями, когда кто-то приходит. Вот. Ей интересно, она может побегать вокруг, но долго на руках не сидит у гостей. Она не лащится. Папа говорит, вот она балованная. Я говорю, чего она балованная? Потому что она не лащится. Я говорю, ну к нам она лащится. Просто она, ну как бы, наверное, больше просто привязана к своим хозяевам, а к тем, кто приходит, так она не относится. Я думаю, это нормальное поведение, в принципе, животного. Так если бы она ко всем лезла и терлась бы ко всем, ну, наверное, так себе было бы мне не очень приятно. А так она нас любит, да, Монка? У нас на руках долго сидит. Ну, все-таки это животное с характером. Это не собака. Не то, что собака это плохо, а наоборот здорово, что собаки, да, радуются, когда гости приходят. Они такие очень дружелюбные, любвеобильные собаки. Коты все-таки другие просто по своей натуре, поэтому это не балованный. Это не значит балованный. Хорошо посидели. Знаете, я вспомнила, что в начале войны, когда все только начиналось, мы тоже вот так собирались, мы тоже с Лешей приносили роллы, тоже пили вино и общались. То есть это не значит, что мы что-то там празднуем, знаете, или там прям конкретно выпиваем, тосты поднимаем. Нет, ну просто это как, не знаю, семейный такой уютный сбор для того, чтобы поговорить. И то, что там бутылку вина пьешь на четверых, это получается по бокалу. Вот, просто как бы за ужином. Знаете, мама говорит, французы, итальянцы пьют вино часто, и они пьют все виды вина, то есть там и белое, и розовое, и красное, с разным блюдом, разное вино. И вот реально так в фильмах посмотришь, они все время с вином, они же готовят и пьют вино, я не знаю, сколько можно так вино пить. Ну, как бы, надеюсь, что люди не расценивают, мои зрители, выпивание вина как празднование чего-то, потому что это просто как бы, я не знаю, ну, к ужину. Вообще, что это объясняю? Не знаю. Просто люди странно иногда относятся к тому, что кто-то ест роллы и пьет вино, или там ест в кафе, ходит в кафе. Я считаю, что мы не должны себя в этом ограничивать, и не должны оправдываться. Просто постоянно это вот желание оправдаться приходит к тебе на ум. Я все еще думаю за прическу. Леша говорит, давай ты покрасишься, а давай в рыжий, давай в блондинку. Я говорю, ты мне дашь, блин, денег на блондинку, потому что выйти в блонд опять. Я уже все это прошла, я помню, что было с моими волосами. Я думаю, может покраситься в какой-то прикольный шоколадный оттенок, да, какой-то такой глубокий, красивый, темный. То есть не просто брюнетку черный, да. Черный для меня, если честно, скучный цвет. Как и плотина там, блонд. Это скучный для меня оттенок. И оттенки есть красивые, глубокие. Тот же блонд, он очень разноплановый. Рыжий тоже. Потому что есть дешевый такой рыжий, а есть рыжий глубокий. Вот как это объяснить, не знаю. То же самое вот с вот этим вот шоколадным оттенком, который я себе в голове придумала. Вот, поэтому хотелось бы что-то такое. Ну, не знаю, делать ли это все, уместно ли это сейчас. С другой стороны, другой жизни не будет. Почему бы не попробовать? Тем более темный цвет, даже когда будет сходить, ничего такого страшного не будет. Может какой-то каскад сделать. Насчет челки я еще сомневаюсь, но каскад, возможно, я бы и сделала. Ну, не знаю, не знаю. Такие просто желания. Хоть что-то изменить в этой жизни. Спасибо за просмотр, друзья. На этом буду с вами прощаться. Берегите себя. Надеюсь, что в следующем видео я к вам вернусь с хорошими новостями. Вот. Не хочется все время делиться чем-то плохим, но такая наша жизнь сейчас. Все. Спасибо еще раз. Пока.